Это обычно случается, когда мы меньше всего ждём. Болезнь. Она может сразить нас в любой момент. И скрываться в организме несколько месяцев или даже лет, прежде чем её обнаружат. Часто это потому, что мы не обследуемся, пока не появятся симптомы, или обследование ничего не выявляет, пока не станет слишком поздно. Но если бы проверка на болезнь входила в привычный дневной распорядок, как чистка зубов или поиск седых волос, вы успели бы среагировать раньше, чем болезнь победит. И если бы только был лёгкий и дешёвый способ сделать это, что-то не сложнее, чем уколоть утром палец. То, что могло бы спасти жизнь. Этим революционным направлением в домашней медицине руководит доктор Лерой Худ. В основе лежит вот этот маленький чип. Доктор Худ — всемирно известный учёный в области так называемой системной биологии. Системная биология изучает сложные биологические системы. Для этого нужно рассмотреть и изучить все составляющие и провести целостный анализ. Идея в том, что информация в наших организмах передаётся по биологическим сетям. В человеческом теле 50 основных систем органов, в том числе печень, почки, желудок, сердце и лёгкие. Когда орган только заболевает, он немедленно вырабатывает сигнальные белки, которые называют биомаркеры. Современная медицина не может зафиксировать эти ранние сигналы тревоги. Рак лёгких может развиваться 10 лет, прежде чем проявится на рентгене. Но в самый первый день болезни белки, курсирующие в кровотоке, кричали «Я болен». Идея доктора Худа заключается в том, чтобы услышать этот молекулярный крик о помощи. При болезни нарушается работа нескольких таких сетей, и именно это провоцирует симптомы болезни. В будущем мы сможем анализировать эти потревожные болезни в сети, более того, создавать лекарства, которые предотвратят заболевания ваших сетей. То есть вы будете лечить людей до того, как они заболеют? Именно. Первый шаг в работе команды доктора Худа — установить, какие белки вырабатываются в каждом органе, когда он заболевает. Для этого он использует широко распространённый прибор термоспектрометр и определяет молекулы в кровотоке. Например, мы хотим проанализировать все специфические белки печени или сердца, чтобы можно было сказать. Это особый сердечный белок 27. Это особый белок печени 35. Но этот прибор позволяет идентифицировать 50 белков 50 системных органов, по которым можно судить о здоровье этих систем. Получается 2500 маркеров. Тогда мы сможем взять кровь и установить, что происходит с этими белками, а значит, с моими органами. Это позволяет нам capturer, collect and quantify Эти биомаркеры образуют систему раннего оповещения, которая посылает сигнал тревоги при первом же признаке любого заболевания от туберкулеза до рака. Но масс-спектрометры — это огромная машина, которая стоит миллионы долларов. Немногие из нас в состоянии держать ее у себя в ванной. Решение доктора Худа — компактное устройство, которое поместится в аптечку и потребует от вас только каплю крови. Вот как этот чип работает. Плазма проходит через серию отверстий, в каждом из которых свои антитела, которые захватывают из крови разные белки. Так, антитела имеют цветной маркер, и количество антител, захваченных этими белками, пропорционально количеству белка в крови. То есть, помельчайшие капли крови мы сможем сказать невероятно много о вашем здоровье. Капелька крови заполняет желобки в чипе. Помеченные цветом антитела заходят в желобки особой формы для каждого протеина, сигнализирующего болезни. Когда собирается слишком много белковых биомаркеров от какого-то органа, цвет антител становится достаточно ярким, чтобы вы поняли. Это медицинский сигнал СОС. А потом в результате анализа будет скажено, в порядке твоя система органов или нет. То есть, внедряя медицину в наши дома, где бы мы ни находились, это сделает медицинские услуги не такими дорогими. Потому что не нужно обращаться в больницы, платить по счетам, не нужно обращаться к медикам, делаешь все дома. Сейчас доктор Худ и его команда определили свои 50 белков болезни уже в двух системах органов. Это далеко от конечной цели, но они должны закончить работу в течение ближайших 10 лет. И тогда начнется новая эра, когда можно будет начинать лечение задолго до появления любых признаков болезни. Скажем, с вероятностью 80% через 30 лет у тебя будет рак простаты. Но можно назначить тебе таблетки сейчас, и если будешь принимать, то сократишь эту вероятность до 1%. То есть можно лечить до того, как человек заболеет. Можно предотвратить болезнь. Думаю, это будет поворотным аспектом медицины, поэтому в будущем это станет залогом процветания. Думаю, вы стали главным человеком в моей жизни, доктор. Сегодня многие из нас уходят из жизни раньше из-за болезни, и даже если удается выжить, можем страдать много лет. Но через 20 лет ежедневный анализ белка возможно позволит предотвращать болезни, пока они не причинили вреда, спасать жизнь и оставить хронические заболевания в прошлом. Друзья, меня ошеломила работа доктора Худа Института системной биологии. Сегодня нас окружает много микрочипов, сотовых телефонов, телевизоров буквально в каждом приборе. Но представьте, микрочип способный провести неинвазивный дешевый экспресс-тест всех биологических систем в организме и передать нам предупреждающий сигнал, прежде чем мы заболеем, чтобы можно было предотвратить болезнь. Да, все верно, предотвратить болезнь. Мы можем видеть наше биологическое будущее, а скоро сможем изменять его. И если эта технология оправдается, случится революция в образовании и здравоохранении не только для людей цивилизованного мира, но и для всех живущих на планете. Для миллиардов людей.